Глава седьмая Дочка, где ты пропадаешь по ночам? Спросила мама Дашу Да, Леня, помогаю с конспектами А разве Лена учится? Да, заочно Даша измерила маме давление Показатели были завышены И Даша дала маме таблетку Что ты, мамочка, делала, что давление подскочило? Почему не контролируешь опять? Мы сегодня ночью волновались за тебя с Василисой Это еще кто? Ну, как же курочка твоя ночью кудахтала? Хорошее имя ты ей дала, мне нравится Что она в сарае волновалась? Не находила себе места Пришлось в дом занести Еле успокоила Видать, чурит лихо будет скоро Вы там ничего не творите опасного, кроме учебы? Да нет, мама, успокойся Пойду проведаю Василису Ну, ступай, только недолго Я потом тебя накормлю Даша взяла мисочку пшена И пошла проведать курочку Даша зашла в сарай Василиса обрадовалась И стала тереться о ноги Даши как кошка Надо же, не видела Чтобы у курей такие ласки были Что? Соскучилась? В знак подтверждения Василиса кудахнула в ответ Даша погладила курочку по шее И опустила миску с зерном И смотрела как Василиса клюет Отдумывая планы дальнейших действий Пока Валерий возвращался со строя площадки Семен учуял неприятные запахи И стал не спеша и в тревоге искать Новый подклад Открывая один ящик в столе за другим Пришел Валерий и спросил Что ищем? Ты фрагмент надписи взял? Нет, поздно Ее замуровали раствором Так что ищем? Очередной подклад Ты чувствуешь, чем пахнет? Да, тухлыми яйцами Может тормозок Не доели И где-то забыли Открой окно А то задохнемся Помоги найти, где тухлятин лежит Валерий принялся искать по шкафам и полкам источник запахов Прошло полчаса Поиски ни к чему не привили Ну, вот как работать в таких условиях Да, пойдемте ко мне пока Пусть окно останется Открытым Может проветрится и запах уйдет Ну не могли же яйца в стены замуровать Пошлите ко мне Детектива искать Не нравится мне все это Да уж, приятного мало Бетономешалку новую купили Да А старую смотрели Открывали Что там? Кто-то масла растительного Не пожалел Пол бутылки налил Может в бригаде строителей крыса завелась? И всех баламутит Найдем детектива Пусть ищут диверсантов Семен пришел с Валерием в другой кабинет И включили компьютер Что? Будем сами Искать Устал после этих волнений Давай составим объявление И разместим на разных сайтах по этой теме Если за два-три дня никто не позвонит Сами поищем Ну, хорошо Они разместили с десяток объявлений И разъехались по домам Впереди их ждали два дня выходных Даша Как ты считаешь Что они будут делать после наших шалостей? На их месте Я бы охрану усилила И камеру наблюдения поставила И собак нашла Ну и как мы с этими преградами будем справляться? Есть у меня одна идея Пока они эти меры не приняли Включай интернет Что ты задумала? Включай Потом расскажу У них два дня выходных Надо устроить всем хороший прием после отдыха И устроить им веселую жизнь Ну и что в интернете искать? Для начала ищи Что любит осы пчелы Затем суперклей Снотворное И самое главное Закажи квадрокоптер с камерой И доставкой груза до двух килограмм Они засиделись допоздна Ладно, поздно уже пойду домой А то мама будет волноваться Ну куда ты пойдешь по такой темноте? Оставайся у меня Ну ладно, только маме позвоню Отпрошусь Вот и хорошо А я ужин пойду готовить Даша позвонила и предупредила маму Что за ночует у подруги Маме, Галине Петровне Стало скучно после очередного Дашиного ухода Она пошла принесла в дом Василису И стала ее учить Сегодня погостишь у меня А то мне скучно Поставила ей небольшой ящик с опилками у порога И сказала Если что, вот тебе место отхожее Для нужды, если приспичит Поняла? Василиса кудахнула в ответ Вот и молодец Ну а теперь пошли посмотрим Передачу по телевизору про животных И они уселись на диване И стали смотреть программу В мире животных Под конец программы Галина Петровна заснула А Василиса досмотрела программу И когда она кончилась Клюнула на кнопку выключения На дистанции И телевизор выключился Настало утро Галина Петровна проснулась Василиса сначала принесла В клюве один тапок Затем второй к ногам Ну ты даешь, Василиса Кто тебе этому научил Или где видела И Василиса клюнула на кнопку И телевизор включился И на экране был повтор Вчерашней программы И там показали Как собака приносит тапочки хозяину Ну ты даешь, курочка Ты у меня царкачка, однако Как раз, я этого момента не помню Заснула видать вчера Ладно досмотрю И пойдем завтракать В субботу Лена и Даша Устроили выходной Семен не находил дома себе места И не выдержал Позвонил сторожу Там все в порядке До ночи прошла спокойно Сменщика жду Как придет Перед тем как идти отдыхать Обойти территорию И проверь все И у моей двери посмотри Нет ли чего подозрительного Тот после обхода доложил Все в порядке Все на месте Ничего подозрительного не заметил Передай сменщику Пусть после смены Так же завтра сделает обход Хорошо передам Ладно молодец Иди, отдыхай Валерию позвонил частный детектив И они условились встретиться В понедельник на работе В воскресенье вечером Как стемнело девчата С рюкзаками Пошли делать шалости Снова на территорию врага Недаром говорят Понедельник день тяжелый Особенно он был тяжелым Для Семена и Валерия Они приехали на работу И на проходной Увидели двоих сторожей Почему вдвоем? Насколько мне известно Одного дежурства Кончилось час назад Спросил Валерий У нас чрезвычайное происшествие Понимаете Один человек не может контролировать Столько территории Камер нет Мы в основном охраняем Главный вход Ладно не тяни Что случилось? Чертовщина какая-то Сами увидите И Семен и Валерий С тревогой пошли Осматривать территорию Через час приедет детектив Сказал шефу Валерий Пошли посмотрим Вначале Что там? Надо сохранить улики Они увидели мужиков строители Те стояли в сторонке От строеплощадки Что за собрание? Почему не работают? Не знаю Видать опять колдовские проделки Пошли ближе посмотрим К ним навстречу вышел бригадир Что там такое? Почему стоим? Нечем работать Инструменты Сломаны Да еще измазаны Какой-то дрянью На которой осы и пчелы Послетались Абита на мешалка На месте На складе закрыли В пятницу Все равно сходи проверь Не сломаны ли замки И что с ней? Ладно как прикажите Бригадир ушел Шеф и Валерий Подошли ближе И увидели Сломанные лопаты Терки и мастерки На ручках которых Сидели осы и пчелы Шеф хотел пытался отмахнуться от осы Шеф не двигайтесь и не махайте руками Вы только их разозлите этим Шеф последний раз махнул произвольно рукой Одна оса ужалила шефа в шею Тот завизжал от боли Рабочие негодовали Кто то сказал Мужики Вы как хотите А я с темными силами воевать Не нанимался И направился на проходную на выход Да Обеспечьте охрану труда Тогда и нанимайте Мы воевать Тоже не намерены Раздались голоса других И строители пошли следом на выход Шеф пошлите в столовую Говорят локовицу надо разрезать И приложить к месту укуса Пошли быстрей Шеф Крикнул бригадир Бетон и мешалка на месте Но боюсь там кто то побывал Опять в мотор какой то дряни налили Я побоялся включать Ладно не включай пока не разберетесь Что в моторе Валера позвони фельдшеру Пусть вкалит обезболивающий А то мне крышу снесет Хорошо Ну и денек сегодня Надо усилить охрану Дождемся детектива Что еще он скажет после этого А мужики как же пусть уходят пока по домам А черт с ними Улики целей будут Надо вредителей сначала найти А потом работать В столовую приложили луковицу Боль немного стихла Надо подержать минут 15 Позвонил детектив с проходной Пошлите Пригласим его в кабинет Надеюсь запахи за два дня Выветрились У шефа шея опухало все больше Шеф может вам в больницу Может я сам его встречу Вон фельдшер идет Посмотрю Что скажет Фельдшер посмотрел шею Сделал укол Вам срочно в больницу Что так серьезно Разве от этого кто-то умирал Умирал и не один Укус в артерию И может быть заражение крови Неизвестно чем Оса заразна Мне этого только не хватало Ладно Валера Сам рули здесь Подлечусь Увидимся И шеф уехал с фельдшером В больницу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok